Партнер видео-магазин Твоя Покупка, в котором вы можете приобрести качественную реплику легендарных часов Casio Adeshock по очень привлекательной цене. Эти часы не боятся воды и ударов и имеют более 14 функций. Ссылка на магазин в описании. Всем привет, с вами Полтема, ребят, я решил ответить на ваш вопрос из комментариев. Думаю, в последнее время вы заметили, на канале появляются обзоры игры, приложений, где я захватываю экран iPhone, а не держу его вот так вот перед вами и несу какой-то несусветный бред. В общем-то, было много вариантов, как я это делаю. Некоторые говорили, что это с помощью джелбрейка, но это iPhone 5s 7.1.1 на борту и джелбрейка нет. То есть, при всем моем желании захватить экран с помощью джелбрейка, я бы этого сделать не смог. Он просто на зарядке, поэтому на этот провод, в принципе, внимания не обращайте, его здесь нет. В общем-то, как я это делаю, как я захватываю экран, на самом деле все просто. Есть такая программа рефлектор и, в общем-то, я вам сейчас о ней расскажу. Первое, что нам понадобится, это программа рефлектор. Вы ее можете скачать на официальном сайте, на этом стоит около 10 долларов, либо зайти на Root Tracker. Эта версия скачана с Root Tracker, то есть, ребят, я вас направил, вы знаете, где искать рефлектор, ссылки в описании не будет. Далее заходим в рефлектор и пока оно заходит, вот, кстати, уже появилась иконка, она будет у вас доступна в трее. Мы включаем на нашем веб-устройстве Wi-Fi. Включаем Wi-Fi, пока оно включается, расскажу вам о настройках этой программы. Их, в принципе, немного, они простые. Это первое, мы можем выбрать разрешение, в котором будем захватывать экран. Далее, имя компьютера. В имени компьютера не должно быть ни одной русской буквы. Только английский, советую даже цифры не ставить, просто вбейте сюда что-то на английском. Далее идет пароль, то есть, подключение по паролю. И Launch Fullscreen будет запускаться наш экран на весь экран. И Always On Top всегда поверх каких-либо программ на компьютере. То есть, вот такие вот простые настройки, их тут немного. Далее берем наше Apple-устройство и видим, что вот здесь вот в штольке появилась кнопка AirPlay. Жмем на нее, выбираем компьютер, видеоповтор. Так бывает. И вот, в общем-то, мой iPhone на компьютере. Отсюда уже можем произойти запись. Как произойдется запись? Все просто. Нажимаем правой кнопкой мышки, Start Recording. И здесь еще показывается, как это все сделать на клавиатуре, чтобы это было быстрее. Здесь много всяких опций. Это скины, то есть, их здесь тоже много. Это все iPhone, которые, в принципе, есть, кроме четверки. Видим iPhone 5, iPhone 5C Blue. Кстати, вот этот вот больше всего мне нравится, и поэтому он появляется в обзорах чаще. И, в общем-то, если нажимаем Start Recording, то видим, что идет запись, идет какая-то съемка. Нажимаем Stop Recording. И файл экспортируется вот прямо на рабочий стол. Вот он. Так, все вон там. Проэкспортировался. Видим, что вот он готов к обработке. К сожалению, я не знаю почему, но скин не захватывается в кадре. Я как ни молил, как ни ублажал, как ни пытался сделать так, чтобы скин был сразу на экране, не получалось. Как я это делаю, я вам сейчас расскажу. Просто берете какой-то фон, вот, скажем, вот эту вот обоину. Поверх накладываете скин, и уже поверх накладываете сам захваченный экран. И получается вот такая вот картинка с фоном, со скином и уже с экраном. То есть, приходится в видеоредакторе попотеть, чтобы это все стало ровно, не криво, и, в общем-то, чтобы это все выглядело адекватно. Иными словами, вот так вот просто можно захватить рефлектор, вернее, ваш экран с помощью рефлектора, и, в общем-то, снять какой-то туториал или видео о какой-то игре. Ну что же, ребята, на этом все. Надеюсь, я вам помог записать ваш экран с помощью программы рефлектор. Если действительно помог, то ставьте пальцы вверх, и, в общем-то, я буду очень счастлив по этому поводу. На этом уже, как я сказал, все. С вами был Полтемисус. Впервые подписывайтесь на канал, ставь пальцы вверх, не забывай о яблочках. Пока!